Музыка Аркадий Наумович, вот сегодня июнь 2019 года, международная конференция. Древо жизни уже идет широкими шагами. Переходный период, может быть какой-то вывод сегодняшней конференции? Отличительная особенность? Ну, отличительная особенность, вы ее и сами видели. Уже сколько академиков, вот даже вчера в зале выступала, приехала, рассказывали о своих работах, о своих поисках, о том, что они на этих направлениях тоже много чего достигли, очень интересного. И что подтверждает, по сути дела, и нашу работу. То есть они своими поисками, ну, как бы обосновывают наши результаты. Ну, они чего-то ищут, а мы чего-то делаем. Вот это большая разница. Но то, что их уже столько много, одновременно приезжает. Вы же видели, сколько их приехало, сколько выступало, кого здесь только не было. Это говорит о том, что действительно ситуация обретает, как бы, совершенно другой, новый масштаб звучания. Прежде чем понять то, о чем пойдет речь, я бы хотела немножечко попросить вас расширить сферу своего мировоззрения. Все дело в том, что основная научная парадигма в Академии наук, вообще в науке, на сегодняшний день сохраняется как материя первична, а сознание вторична. До сих пор, значит, действует эта парадигма, она влияет на публикации в научных журналах, она влияет также на все вот эти изобретения, на регистрацию изобретений. То есть она на очень многое влияет. И поэтому нам важно хотя бы в таких ситуациях, с таким материалом, с которым мы занимаемся, представить себе немножечко более широкое мировоззрение. Более широкое я имею в виду, что можно себе представить, что на самом деле все, что существует в природе, и мы сами состоим из некоторых энергетических колебательных процессов. Эти колебания самые разнообразные из частоты, то есть количество частот, наверное, невозможно измерить. Но в любом случае они взаимосвязаны между собой. И главной такой функцией взаимодействия этих колебательных процессов являются резонансные процессы. Почему мы ощущаем материю как плотную, например, камень в руке? Потому что те составляющие типа атомов, электронов, молекул, из которых состоит этот камень, они имеют между собой очень плотные связи, в основе которых лежит местный взаимный резонанс. И поэтому он нам кажется плотным. Мы не можем его разбить, если мы его кинем от другой камень. И вот в организме там есть, конечно, среды самые разные. Не столько такие плотные, как камень, а есть и жидкости, есть растворы, есть живые системы. Но в конечном итоге все это состоит из каких-то процессов, в значительной степени взаимосвязанных между собой с помощью резонансов. И это помогает, вот это представление помогает целителям. А я очень много лет уже работаю, больше 20 лет работаю с целителями. Я обследовала больше 100 человек. Им помогает вот это представление управлять собственным сознанием. И понимать, что происходит с пациентами, и что можно с ними делать, и как на них можно воздействовать, как воздействовать различные не только функции органов и систем, но, возможно, и сами органы и системы. Но здесь уже никто не мог превзойти вашу организацию, организацию Аркадия Наумовича. Это вообще потрясающий шаг вперед. Такого в мире нигде нет. И даже когда я выступала, например, в Германии и показывала те энергетические потоки, которые существуют в голове, я обсуждала их с директором Института исследований мозга и коммуникации, он мне сразу показал на энцефалограмме вот эти волны телепатические, а когда я показала потоки, с помощью которых немецкий же целитель лечил женщину из Москвы, а женщина в Берлине, он сказал, и там эти потоки такие мощные, в двух направлениях, он мне сказал, вы нас обогнали. Все, четко. То есть такого в мире больше нигде нет. Знания, которые в свое время были проявлены через Аркадия Наумовича и через людей, которые занимаются направлением информационного исследования нашей реальности, эти знания сейчас чрезвычайно актуальны для всех людей на Земле, потому что на самом деле ситуация действительно очень сложная. Дело в том, что когда эффект ясновидения открывается, и ты не знаешь, как объяснить, как ты видишь, это очень сложно. И я вам очень благодарна за одно слово, которое вы сказали здесь. Вы не одно слово сказали, но за это слово очень вам благодарна. Это мировоззрение. То есть очень важно, как ты смотришь на мир, как ты смотришь. Смотришь ли ты только с материальной точки зрения, то есть когда свет плотный, и человек видит только плотность, тогда ему сложно увидеть расфокусированный свет. Поэтому, конечно, ваши исследования чрезвычайно важны, потому что убедить человека в том, что это возможно через исследования науки, представителей науки, это великое дело. Просто хочу сказать, что это может не какой-то один человек уникальный, это может каждый человек. Людям очень трудно поверить в то, что они могут. А ведь действительно все возможности заложены в человека. И еще в Библии сказано, что человек создан по образу и подобию. Вот здесь мировоззренческий аспект чрезвычайно важен. То есть как ты смотришь на мир? Ты смотришь на мир как биоформа, ты человек, который задумывается о духовном развитии. И вот здесь вопрос по поводу сознания. Мне, например, понятен. Сознание — это духовная структура. То есть где находится сознание? Это часть духовного, это элемент духовной структуры человека. Аркадий Наумович в своих трудах и в том направлении, которое он развивает, он опирается не только на трансформацию сознания, что для меня лично очень важно, а это связь личности человека, который здесь и сейчас воплощен с развитым сознанием, с расширенным сознанием, с духом и душой. Потому что душа является элементом, который создатель от себя, скажем так, проявил в пространство и дал задачу создать образ и подобия или сотворцов, которые могли бы творить так, как он. Но вот, к сожалению, сотворить как он, у нас возникли некоторые искажения. Но сейчас все пространство космическое и то, о чем Аркадий Наумович говорит про чистоту Шумана, на самом деле все пространство Земли, все пространство космоса готово к тому, чтобы человек наконец вспомнил, кто он есть. На самом деле, действительно, знания в человеке все есть. И эти знания, они заложены вот в эту структуру, которая называется душа. Дух – это действие души, то есть все пространство организовано духом. Но познанием источника, то есть тот, кто этот мир задумал, то есть это его замысел. И человек, который находится внутри его замысла, должен выполнять, ну или не должен, может быть, слово должен не совсем здесь подходит, потому что Земля – это пространство свободы выбора. Человек вспоминает, кто он есть, и он вспомнит обязательно. И я думаю, что на самом деле все будут спасены. И все будет так, как задумал Создатель изначально. А у Создателя нет разрушения, то есть у него нет разрушения, у него есть трансформация. Человек может определить свою задачу, а задача, в принципе, у всех людей одна – стать новыми творцами. И дело в том, что каждый идет, каждый имеет индивидуальный путь развития, индивидуальную линию, индивидуальную световую дорогу. И, конечно, найти эту световую дорогу и идти все-таки лучше вперед, мне кажется. Потому что маятниковая система, они очень перспективны. Колебательный момент, он, к сожалению, на мой взгляд, я могу свое только мнение высказать, конечно, может быть, аудитория это интересно вводит. Добро и зло – это колебательный момент. А вот человек и Бог – это волновой. Пора вспомнить эту ответственность и отнестись к себе как не просто биоформе, а как духовной структуре, которая может и должна творить как Создатель. То есть как источник, который вложил в свое творение свой образ и подобие. Информация духовного плана, информационного, она очень близка к восприятию человека. Только человек должен сделать в эту сторону свой шаг. И тогда, тогда болезней, проблем, в принципе, не будет. Потому что если каждый человек увидит свою задачу и увидит перспективу развития, он может двигаться по этому пути и творить без разрушения. Я думаю, что Древо Жизни – это одно из направлений духовной деятельности, которое позволяет многим людям, которые открыты для влазния по этому Древу, открыты для поиска горизонтов новой жизни. А человек для этого и появляется на свет, чтобы искать новые горизонты, улучшать окружающую жизнь, внутреннее свой мир, улучшать, то есть гармонизировать для построения гармонии на основе любви. Я родилась в Молдавии, и вот до уже 20 лет я живу в Италии. Я очень рада находиться сейчас в России на этой уникальной, интересной конференции по Древу Жизни. Я могу поделиться своим опытом, я уже врач по профессии, семейный врач. Я уже 6 лет практикую Древо Жизни. Мы не только практикуем, мы распространяем знания Древа Жизни. Это божественные знания новой времени. Как складывается взаимодействие с Вашими пациентами? Раз это божественные знания, значит, это не скальпель, не шприцы, не таблетка. Как на это реагируют Ваши пациенты? То есть это же работа с их сознанием? Или, по крайней мере, Вы их направляете туда? Я не могу сказать, что мы работаем с пациентами. Традициональная медицина – это одно, а вот это движение Древа Жизни – это духовные практики, это другое. Конечно, что я врач, это помогает, потому что вот сейчас пришло время, когда наука соединяется с духовными практиками. И мы это увидели очень красиво и очень хорошо на этой конференции, когда выступали с научной точки зрения, давали нам объяснение. И слава Богу, что это сейчас случается. Как врач я могу Вам сказать, что люди подходят к духовному практику, потому что у них что-то болит, и они не могут лечиться традиционными методами. И вот они подходят к этими духовными практиками. Но не только с этой точки зрения. Вот есть люди, у кого есть внутренние пробуждения, и вот они что-то ищут, и никак не могут найти вопрос, ответ на вопросы. И вот когда они приходят к нам, я Вам это могу просто по опыту сказать, что они нам говорят, мы наконец-то нашли то, что искали. Это для меня очень большая радость. Вот все говорят про результаты. Но я Вам скажу, что это не совсем правильный подход. Потому что кто ищет результаты, тот никогда не найдёт Бога в себя. Потому что результаты идут от мировоззрения. Как ты поменяешь мировоззрение, так идут и результаты. Вот мы организуем курсы по всей Италии. И у нас как бы уже есть такая практика, есть опыт в этом плане. Я Вам скажу, что сейчас очень интересный и очень огромный процесс идёт во всём мире. Не только в России, в Италии, по всей Европе. Этот процесс не остановить. Это божественный план, его не остановить. Каков контингент Ваших единомышленников? Это люди возрастные, молодёжь, дети. Кто эти люди? В основном это женщины. Это где-то 80% это женщины. И в основном это после 40 лет женщины и мужчины тоже. Но вот в последнее время у нас приходят и молодые юноши. И мы очень рады, потому что мы видим, это их внутреннее пробуждение. Вот нам так и говорят. Мы пришли здесь по внутреннему вызову. Вот кто приходит по внутреннему пробуждению, тот и остаётся. А кто приходит, чтобы какие-то результаты увидеть, они уходят очень быстро. Мы проводим занятия, как в России, по методу Петрова. Мы работаем с Натальей Леонидовной Золотарёвой. И у нас, я вам могу это подтвердить, что у нас люди очень довольны работой Натальи Леонидовной Золотарёвой. Они видят вообще, как меняется жизнь в них и вокруг них. И есть и результаты, если можно сказать с точки зрения медицинской точки, у нас есть результаты. Вот, например, у нас женщина помогла своей дочке, у которого был рак молочной железы. Это была третья стадия. И она смогла её вылечить. Это мать. Это, можно сказать, что это самый большой результат, который у нас был. Но я вам скажу другое. Вот я как врач столкнулась с этим проблемой. Что одно дело, что мы работаем с этими технологиями и видим результаты. А другое дело, с медицинской точки зрения, это утверждать. Потому что у кого, например, онкология, это очень трудно, чтобы они не обратились и по медицинской точке зрения. Потому что это очень, ну, сами понимаете, это проблемы очень большие. И мы никогда не говорим, что давайте занимайтесь только этими практиками, и не надо к традициональной медицине. Это выбор пациента. Одно дело иметь результат, и совсем другое дело, это утвердить, как говорится, по медицинской практике. По медицинскому диагнозу. Но это возможно, мы идем к этому, но это очень трудно. Я желаю всем, чтобы они нашли дорогу к Богу, дорогу к своей душе. И тогда мир засветет, и все у нас будет прекрасно и гармонично. Спасибо вам, спасибо России от Италии, и от Молдавии тоже. Мы очень рады, что мы работаем вместе, и этот процесс невозможно остановить. Спасибо. Можно сказать так, что вот это учение позволяет мне расширить мое сознание. Потому что у меня есть достаточно, я считаю, глубокие знания в области физиологии человека. То есть физиология – это те законы, которые даны создателям, человеку, для того, чтобы он жил здоровым. Согласны ли вы со мной, что если духовная структура человека не развита, и он совсем не развивается в этом направлении, то ни перекись водорода, ни сода, ни прочие полезные для человеческого организма компоненты не помогут ему быть здоровым. Вы понимаете, ведь человек не будет здоровым, если он не устранит причины, которые вызывают болезнь. Понимаете? То есть прежде всего действия человека должны быть направлены на то, чтобы устранить причины, которые привели к болезни. Иначе все его усилия, приемы различных лекарств, они не приведут его к здоровью. Скажите, пожалуйста, где Вас можно увидеть, как называется Ваш канал, и какие практики для поддержания своего физического тела Вы предлагаете своим зрителям? Мой канал называется, он именной, называется Александр Закурдаев. Это научно-полярный канал оздоровления. И его основное назначение заключается в том, чтобы довести до людей информацию о том, как стать здоровым и жить без лекарств. Задача моя была прежде всего в том, чтобы довести до людей знания профессора Немувакина, который был создателем советской космической медицины. Иван Павлович очень высоко оценил знания Древа Жизни, его глубину этих знаний. Вы хотели бы овладеть ими настолько, чтобы пользоваться ментальными технологиями? Понимаете, вот прежде всего, наверное, надо овладеть теми знаниями, которые позволяют человеку работать над собой. Правильно ведь? У меня даже есть такой результат на основе техник, которые излагала на вебинарах Наталья Золотарева. Я составил свою, достаточно ограниченную. Моя практика использования вот этой техники позволила мне получить совершенно неожиданные результаты. Заключается в том, что совершенно неожиданно у меня изменилось лицо даже. Потому что вы знаете, что в старости, а мне 74 года, но я себя старым не считаю. Правильно? Вот у человека как бы лицо становится меньше, усыхает. Правильно ведь, да? А тут мы с женой живем 48 лет вместе. И за завтраком она что-то стала всматриваться, что достаточно неожиданно совершить. Правильно? Когда люди столько живут, когда вроде что-то увидел не такое, непривычное какое-то, что она говорит, ты знаешь, говорит, а у тебя щеки появились. Но у меня не только щеки появились, у меня шея стала гладкой и ключицы стали не видны. Как вы считаете, это результат, когда я создавал свой канал, была прежде всего для того, чтобы довести до широкого круга людей вот эти знания по основным вопросам, которые занимает человека в области здоровья. У многих людей есть серьезное улучшение здоровья. Вот эта оздоровительность тем профессора Немуакина, перекиси водорода и соде, это как бы обесценивает другие все его знания. Прежде всего с этих знаний надо начинать, а не сводить все и перекись, и соду к очередному лекарству, понимаете? То есть это только подспорье такое, которое позволяет людям добиться каких-то таких результатов. Я желаю всем здоровья! Мы, малая группа из Словакии, которая прилетела, мы все попрошли ступенями у Натальи Золотаровой и очень рады принять участие на этом мероприятии, который проходит вот здесь, в Пушкино. И очень рады, что Аркадий Нованович провел вот этот мастер-класс с нами. Впечатления очень прекрасные и настроение у нас хорошее. И надеемся, что сумеем поделиться в нашей стране вот с этими нашими ощущениями, с нашими образами, которые вот мы приняли во время этого мастер-класса. И надеемся, что из этой нашей малой группы в скорое время будет группа побольше. И, наверное, в следующий раз, когда будет в следующем мероприятии, организованном вот этой группой милых людей, мы будем участвовать в более большом количестве. Скажите, пожалуйста, занимаясь в древе жизни, есть у вас уже результаты? У нас работаем уже некоторое время. Более результатов, чем на физическом плане, у нас получается вот по отношениям не только в семье, по работе. Получается вот как-то устанавливать такое расположение, что наши процессы двигаются вперед без каких-то компликаций, без того, что обстоятельства надо было менять и просто работаем более... Ну, у нас у никого вот такой важной, серьезной физической проблемы не было, но, значит, мы все работаем в том пространстве, которое для нас интересно в то время. Работали с ребенками. Вот Мария работала с ребенком своим. Там получились отличные результаты в форме справиться в школу. Сын пошел, значит, вот в этом первом классе там какие-то... Ну, не все складывалось, как должно было, и там улучшилось, конечно. И есть у нас следующие другие друзья, которые работают. Вот у нас есть человек, у которого диабетез, и у него тоже ситуация улучшилась на сегодняшний день. Но, конечно, не совсем пока. Но надо еще поработать. И девочки мои, вот они тоже, ну, более кто с семьей, кто на работе работают. Но по отношениям более у нас, чем на физическом плане. Скажите, а кто вы по профессии? Буду сказать, Мария, она бухгальтер. Гаврила, она работала в кафе. Эрика работает педикером. Мастер красоты. Мастер, да, мастер красоты, точно так, точно так. И Дениса, она работала на ветеринарном университете. А я, ну, скромно сказать, ядерный физик. Вы ученый? Вы ученый, работающий много лет, более 20 лет. Яна, как вы думаете, какая будет наука будущего? По-моему, не такая, как сегодня. По-моему, совсем по-другому. Но там то же самое, вот то, что Аркадий Наумович говорил, то, что в первой нашей встрече остальные ученые говорили. Там вот сегодняшняя наука, она просто по старым, по-моему, можно сказать, эгрегором работает. И, по-моему, вот наука следующей, следующей этапе развития человека совсем по-другому будет. И будет учитывать вот то, что делает развитие древа жизни, древа рода, и все эти знания будут использованы, вот и в научных результатах. Спасибо, что приехали. Мы желаем вам много света, много любви и удачи новых результатов по гармонизации своей жизни и жизни близких и родных рядом людей. Спасибо. Технологии древа жизни, конечно, более тонкие технологии, потому что они в основном созданы для того, чтобы человек работал сам с собой. Это во-первых. А это означает, что, с одной стороны, его подсознание и сознание взаимодействуют более тесно, чем вне этих технологий. То есть, когда он использует эти технологии, это с одной стороны. С другой стороны, это приводит его к тому устройству, его организму, к тому алгоритму, который был заложен в него от рождения. Ведь на самом деле все патологии, как правило, возникают от различных стрессов, от нарушения гармонизированного взаимоотношения человека с окружающей средой или с другими людьми. То есть нарушаются ритмы, прежде всего, в мозге, и мы эти нарушения видим, они реальны, их можно потрогать, пощупать и показать другим. А с другой стороны, для того, чтобы справиться с этими нарушениями, которые в конечном итоге, вот от таких вроде бы локальных и временных явлений, в конце концов, приводят к каким-то более глубоким нарушениям, более постоянным нарушениям, связанным уже с более серьезной патологией отдельных органов, то вот тут, конечно, конечно, технология Древа Жизни, она работает более специфично, более тонко, более целенаправленно, и она приводит человека к истокам его жизни, то есть к корням того Древа Жизни, поэтому так и называется эта технология Древа Жизни, безусловно. А в свою очередь это приводит и к его духовному развитию.